Через три минуты начнется встреча между ЦСКА и Московским Динамо. ЦСКА хозяин площадки, впрочем, в противостоянии этих команд, я думаю, это не имеет серьезного значения. Если посмотреть на историю встреч во времена уже существования российского хоккея, то армейцы поровну и выиграли, и проиграли. 6 побед на своем льду, 6 поражений, 6 побед на чужом, 10 поражений на своем льду и точно так же 10 на чужом. На ваших экранах статистика дивизионов, где выступают команды, у армейцев ключевой момент 2 имеющиеся в запасе встречи относительно лидеров дивизиона, поэтому по сути отставания есть только от трактора, а 2 игры в запасе относительно магнитогорцев это фактически преимущество. 5 очков можно, если выиграть обе свои отложенные встречи. Ну и московская Динамо, как вы видите, тоже совсем неплохо себя чувствует относительно своих конкурентов, относительно казанского Акбарса в другом дивизионе, дивизионе Чернышо. Судить сегодняшнюю встречу будет интернациональная бригада Алексея Раводин и швейцарец Дэнни Курман. Им помогают Сергей Шелянин и Александр Садовников. И ваши комментаторы сегодня Сергей Гимаев и Александр Скачев. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Никаких праздничных мероприятий, никаких особенных лазерных шоу и прочего сегодня не будет. И это было известно заранее в связи с трагедией, которая произошла в семье в основном голкипера ЦСКА Юси Маркинина. У него погиб сын и сейчас, естественно, что Маркинину не до хоккея. Ну и понятное дело, что и его партнеры по команде очень тяжело это переживают. Поэтому сегодня команда ЦСКА вся должна выйти на лед с черными повязками. Ну и будем надеяться, что психологически удастся Юси Маркинину в какие-то более или менее краткие сроки суметь вернуться к хоккею. Наверное, об этом сейчас даже не надо говорить с ростом соболезнованным. Но я бы, чтобы он психологически восстановился. Вы слышите рев в трибун. Это болельщики встречают своих любимцев. Я вот сейчас смотрю, в прошлый матч Сергей Иванович, мы с вами находились в разных ролях. И вот вы были здесь наверху. Я около дана. У меня такое впечатление, что сегодня на матч с московским «Динамо» по сравнению с игрой против «Рижан» уже пришло больше зрителей. Ледовый дворец спорта ЦСКА в Москве. Противостояние ЦСКА «Динамо-Москва». Так уж вышло более в календаре для армейцев, что три подряд матча на своем льду они проводят против трех «Динамо» в Клубе континентальной хоккейной лиги. И при всем уважении, и при всех исторических параллелях к предыдущему матчу против «Рижского» «Динамо», и при всем, опять же, уважении к перспективам «Динамо-Минского» именно противостояние ЦСКА и московского «Динамо». Это противостояние, которое во все времена существования отечественного хоккея определяло практически, почти что каждый год определяло, кто будет чемпионом страны. Но ныне времена другие, тем не менее, почти что заполнены трибуны Ледового дворца спорта, что тоже показывает отношения болельщиков. Составы команд промелькнули между, соответственно, гимном и вырасыванием, которое сейчас будет. Главные тренеры команд также на ваших экранах Вячеслав Быков. Ну и, как я сказал, сегодня интернациональная бригада. Алексей Раводин представляет Россию, как несложно догадаться, и Москву. А вот Дэнни Курман достаточно известный арбитр, в том числе и в том плане, что он в прошлом году приезжал, работал на чемпионате мира. Так что один из ведущих швейцарских арбитров. Посмотрим, как, соответственно, сегодня российско-швейцарская связка сработает. Им помогают Сергей Шелянин и Александр Садовников. Никаких перестановок в составе ЦСКА, если не говорить о том, что вернулся из командировки в хоккейный клуб «Белгород» Никита Беспалов. И он сегодня в запасе, основной голкибр, естественно, Константин Барулин и в запасе Никита Беспалов. Более перестановок по персоналиям никаких нет у армейцев. У динамовцев есть перестановки в линии обороны. Нет сегодня Карла Рахунека, который получил травму, и по прогнозам недели через три вернется на лед. Травму ноги он получил. Нет также Александра Буткина и вместо них, соответственно, Яков Рылов и Максим Исаев. Более перестановок никаких нет. Но и давайте о том, как выглядят звенья. У ЦСКА есть, если исходить из того, какие заявки на игру представили команды. Есть перестановка в третьем и четвертом звеньях, но, с другой стороны, вспоминая, как действовали команды в концовке матча с Рижанами, стоит ли говорить об устоявшихся звеньях, особенно третьем и четвертом у ЦСКА. Но, тем не менее, согласно заявке, сегодня Александр Сугловов, Александр Скубрев и Миха Ханула будут играть вместе. Станислав Жмакин, Микаэль Вальберг и Алексей Тертышный будут составлять собой, соответственно, четвертое звено атаки. Жмакин и Сугловов поменялись местами. В первые два звена Олег Сопрыкин, Петр Счастливый, Антон Бут, Денис Паршин, Иван Хомутов и Сергей Широков. Ну и пара защитников. Константин Корнеев, Сергей Розин, Денис Куляш, Георгий Мишарин, Артем Тернавский, Роман Кухтинов и Максим Гончаров, седьмой защитник. И он составит Динамоцев чуточку позже, сейчас, когда будет первая подходящая остановка. По настроению обеих команд видно, что это действительно Дерби, потому что и Сигаками разговаривали о руководении клубов. Для них это очень важный матч, чтобы не говорили, что сейчас ЦСКА и Динамо это не абсолютный лидер нашего чемпионата, но они входят в большую девятку претендентов на медали, и поэтому это очень важный матч для всех. Ну и все-таки в регулярном чемпионате всего по две игры играет московская команда между собой. Как бы это московский Дерби тут. И я думаю, что, наверное, можно сказать, не знаю, согласитесь, нет, что, в принципе, вот этот факт Дерби даже важнее того, что и ЦСКА и Динамо проиграли свои прошлые матчи. Это, конечно, важно для обеих команд, не проиграть два матча подряд, но именно важная встреча с этим соперником, наверное, даже важнее. Ну, безусловно, все-таки амбиции, особенно московского Динамо в этом сезоне, они значительно выросли. ЦСКА, как обычно, претендует на высокое место, а Динамо декларировало, что их устроить только медали, как минимум. Да, совсем недавно, уже в сентябре месяце, Михаил Головков, отвечая на вопрос о том, что динамовские болельщики ждут чемпионства, он сказал, что мы постараемся их не разочаровать. Тоже такой, вообще, достаточно прозрачный ответ. Ну, зная Михаила Игоревича, можно не сомневаться, что только от такого ответа от него можно было ждать. Давайте о составе Динамо поговорим. Алексей Калюжный, Петр Чаянок, Константин Косинчук, первая тройка, Эрик Ландрия, Алексей Бадюков, Денис Толпехов, вторая, Максим Пестушка, Иван Непреев, Дмитрий Афанасьев, третий, четвертое звено Дмитрий Шитиков, Виталий Карамонов, Дмитрий Тарасов. Никаких изменений нет. И пары защитников. Вместо рахуноков первый парень с Алексеем Житниковым должен действовать Еннадий Разин. Вернул в состав Яков Рылов, он будет действовать с Сергеем Вышиткевичем. Денис Денисов с Даниилом Марковым эта пара не претерпела изменений. Ну и, соответственно, без пары Максим Исаев, молодой защитник Динамо. Какое количество игрового времени у него будет? Посмотрим, и будет ли вообще. Ну вот даже удивительно, что они могли одеть еще одного нападающего, как бы старшего возраста, или Буткина. Потому что мы видим, что в заявке у них сегодня два игрока 89-го года. У Динамо Исаев и Карамонов. Ну Исаев и Карамонов по-разному очутились в основном составе в каком-то роде. То есть Исаев проводил в среднем 5-6-7 минут за игру, когда попал в заявку. А Карамонов на фоне безудержного травматизма, особенно нападающих Динамо, в итоге получил место в составе. И первый момент, когда выручает сейчас Виталий Еремеев московских динамовцев. Момент, когда подставлял клюшку армеец, находясь в паре метров всего от ворота. И сейчас повезло, соотносит на Еремееву, что шайба не полетела куда-нибудь в притирку, в самый-самый верхний угол. Но с другой стороны, все равно пришлось ему дернуть рукой и выручить команду. Ну повезло, Сапрыкин здорово подставлял клюшку. И очень вероятно была заброшенная шайба. Ответ Динамовцев не сумел остановить шайбу Геннадий Разин. В противном случае был бы у него хороший шанс развивать атаку. Тут же контр-вып от ЗСК. И сейчас уже Сапрыкин, ну в каком-то роде, снова не расстрелял Еремеева. Дал ему долю секунды сместиться. Если бросал сходу, Еремеев наверняка не успевал бы. Олег Сапрыкин как раз в этой компоненте бросал сходу один из лучших лиги. И он очень координированный. И подстроить под любую передачу обычно может. Два момента с участием Олега Сапрыкина. Еще один бросок. Но это уже другое звено армейцев появилось. Звено, которое многие называют фактическим первым. Многие называют открытием этого чемпионата. Хотя справедливости ради связки Паршина и Широков существует уже далеко. Не первый день. Но тем не менее, в сочетании с Иваном Хомутовым смотрится, наверное, не хуже во многом, чем с Вадимом Япончинцевым, скажем, в прошлом сезоне. Другое дело, что... Не буду с вами соглашаться ни за что. Потому что все равно, конечно, Хомутов очень старается, но сравнивать Япончинцева и Хомутового. Безусловно. Я к тому, что в любом случае Япончинцев вернется и вряд ли будет играть с этими двумя нападающими. Скорее всего, он все-таки будет действовать с Олегом Сапрыкиным в связке. Ну, это уже решение быков. Пятая минута первого периода. Большое игровое преимущество хозяев. Еще один бросок в исполнении Сергея Широкова. На сей раз с более убойной дистанцией. Работы у Еремеева хватает. Барулин пока что спокойно катается около собственных ворот. Ну, вот что интересно. Предыдущие две игры с СКА, Санкт-Петербург и с Динамо Рига. ЦСКА полностью проиграл первые периоды. Вот сегодня они с первых минут решили показать, кто в этом доме хозяин. Безусловно, но можно, наверное, говорить и о том, что ЦСКА как раз команда, которую так воспринимали все, что в первую очередь есть потрясающая атака и не совсем надежная оборона. В этом сезоне предстает одной из самых надежных команд с точки зрения пропущенных шайб, но испытывает в последнее время некоторые затруднения с тем, чтобы организовывать атаку. Ну, правда, причинных и объективных тоже хватает. И вот сейчас момент, когда позволили сопернику из ничего получить возможность для броска. Дмитрий Афанасенко сбросал по воротам. Хотя, казалось, перспектив для этого у него быть не должно. А какие это объективные причины, Александр? Безусловно, травма Япончинцев. Ну, об этом они знали уже до начала сезона, что он не будет играть как минимум до октября. Но если в команде отсутствует ведущий нападающий, который является конструктором игры в равных составах, основным игроком в большинстве и одним из ключевых при игре в меньшинстве, то, в общем, понятно, что это потери. Но если Быков сказал после предыдущей игры, что вернется Япончинцев, то это не панацея от всех проблем и нет никаких гарантий, что он выйдет и мы начнем забивать огромный конец шаг. Безусловно, но я не в тренерском штабе ЦСКА, поэтому слова-то не ко мне. Но еще можно вспомнить про, знаете, как потери не назовешь, но недополучная прибыль, как говорят экономисты. Маркус и Нильцин уже объявили, что он есть и хоккеист хороший. Но другое дело, что пока ждали, что Калгари его отзаявят через драфт отказов, уже он подписал контракт с Ярославским локомотивом. Насколько я слышал, там еще Калгари попросил определенную сумму денег, а так как договора между лигами нет, ЦСКА думал, как-то будет технически выиграть. И в это время Ярослав сказал, что технически это будет выглядеть так, что он будет играть у нас. Технически это будет хорошо выглядеть с нашей точки зрения, сказал, да, Ярославский локомотив. Олег Сапрыкин за временем с лейпстримом промчался мимо соперника в средней зоне. Наброс и поднята рука арбитра сейчас, так что будет удаление, как только динамовцы перехватят шайбу. Но первая звена ЦСКА не торопится с ней расставаться в шестером армейцы. И неудачный перевод шайбы Антона Мбута в итоге все-таки прерывает эту атаку, но прерывает лишь для того, чтобы армейцы ближайшие две минуты играли в большинстве. Или меньше, как оно пойдет. Вы говорили о том, что ЦСКА в первом периоде в последних матчах выглядит не очень хорошо. Если брать по всему сыгранному сезону, ЦСКА по первому периоду 23 из 24 команд лиги. Динамовцы 12. Ну а об игре в большинстве и меньшинстве, соответственно, у армейцев игра в большинстве 15 место в лиге. 12,5% реализации большинства, 7 заброшенных шайб в 56 попытках. У московского Динамо пятое место по надежности игры в меньшинстве. 88%. Достаточно хорошие показатели. Мы уже не раз отмечали, что самой такой опытной защитой, самой титулованной во всей лиге является защита московского Динамо. Но сегодня нет рахунок, а это значительно ослабило. Насколько это ослабило, узнаем. Да, самый богатый выбор с обороной, правда, не у Динамо, а у питерского СКА, но вот по опыту. Ну и по опыту, наверное, да. Потери рахунок и достаточно серьезно здесь, наверное, и других вариантов быть не может. Но посмотрим, насколько сумеет компенсировать ее армейцы. Даниил Марков сейчас по борту порбрасывает шайбу. Удалось динамовцам не только выбраться из зоны, но еще и Эрик Лаундри вывести на атаку. Поднята рука арбитра. Я так понимаю, что сейчас команда в равных составах остается. Да, акуляш удаляется на 2 минуты. И вот сейчас, если будет возможность, посмотрим повтор. Но он по клюшке не показал сюда. Сейчас увидим по рукам или по клюшке. Вот принимает шайбу. Все, красавица, если вы не в клюшке, это просто наказано. Такое. Ну, атаковал сзади. 52 секунды отыграли в большинстве подопечные Вячеслава Быкова. И вот теперь пришел в каком-то роде праздник на улицу Панова Уитока. Сейчас 4 на 4, а потом минуту 8 уже спустя. Динамовцы будут в большинстве 52 секунды, соответственно. Марков сохраняет шайбу в чужой зоне. Лаундри за нее поборолся. И в итоге снова шайба достается Маркову. И один без опеки Алексей Будяков, который является лучом света в каком-то роде в темном царстве. Именуем его глазаретом московского Динамо. Куда игроки попадают и откуда так редко возвращаются. Но вот он вернулся в прошлом матче. Может быть еще не на 100% готов, но безусловно является одним из ключевых игроков для динамовцев. Его возвращение много значит. Можно, кстати, вспомнить, что среди потерь Динамо Матя Звейнхандель, который по-прежнему лечится, получил повреждение именно в матче с ЦСКА. Позади рекламная пауза. Через 30 секунд в полном составе будут хоккеисты московского Динамо. И уже будут играть в большинстве, соответственно. Шайба сейчас у армейцев. И для них, конечно, очень важно ее, если не под своим контролем сохранить, то, по крайней мере, не допустить начала соперникам атаки. И 10 секунд всего остается до возвращения пятого игрока. И вот первый сверхопасный момент в исполнении Ивана Непряева. Последовал опаснейший бросок. Обошло сейчас для ворот Барулина. Еще один бросок из средней зоны. Барулина Шайбу легко, естественно, ловит. Оставляет партнеры. Динамовцы менялись в этот момент. И каждая секунда сейчас, соответственно, уже играет за армейцев. Так что не скажешь, что Динамовцы сумели наилучшим образом использовать. Все-таки не две минуты, а 52 секунды. Здесь не удалось подгадать подопечного Вуйтока. Тем не менее, 35 секунд еще есть. Брошена Шайба в зону. Калюжный устремился к ней. Опередил его Галкипер Барулин. Шайба за воротами. И Косинчук, и Калюжный по разным сторонам от капитана армейцев Корнеева. И Корнеев выбрасывает Шайбу через борт. Всего 22 секунды в распоряжении Динамо. Это вполне достаточно, чтобы войти в зону, сделать бросок. Если правильно войти в зону. Войти в зону удалось достаточно легко. Янок Калюжный получает сейчас шайбу уже от Алексея Житника. Калюжный не торопится. И передача на Житника, который обрезает по-тречески всю атаку. Сейчас Алексей Калюжный и Мика Ханула. Бросок Микки Ханула. Вдвоем убегали Ханула и Скугарев. Были ли другие варианты? Может быть и были, но... Не было других вариантов, потому что уже догнали Скугарева. Бросать им не надо. Ханула, в общем, в нынешнем сезоне не очень много создает действительно опасных моментов. По крайней мере, наверное, меньше, чем рассчитывали, когда приглашали его в Москву. Ну, в принципе, когда говорили о нем, то и от него и требовалось, чтобы он много работы выполнял, давление в зоне соперника оказывал, опытный игрок, такой силовой. Не требовались сверх мастерства. Хотя, если бы это было, все были довольны. Никто бы не расстроился, наверное, если бы довольны были. Десятая минута первого периода. Позади отрезок, когда команды играли 5 на 4, 4 на 4, затем 5 на 4 уже другая команда действовала. Посмотрим, как теперь в равных и полных составах пойдет дело. Замокнулся было Марков, не стал бросать, попытался продолжить атаку, а в итоге все-таки армейцы организуют контр-выпад. И долго-долго ждал Олег Сапрыкин, дождался, выложил шайбу под бросок Петру Счастливому, и тот второй матч подряд забрасывает. Причем так, проводя аналогии с его шайбой в ворота лежан, здесь тоже практически не оставил он шансов с таким броском голкипера. Там он бросил справа тебя девятку, здесь в левую. Ну, Сапрыкин великолепную передачу сделал. И, понимаете, вот эта длинная пауза, сейчас мы посмотрим повтор, она заставила Еремеева в приспорт, видите, переместиться. И все равно, ну да, бросок был идеальный по точности, шансов Виталия не было. Ну, точно так же, да, как не было и в прошлом матче у Сергея Нового. Если вернуться чуть-чуть назад и вспомнить о том, что было до игры в неравных составах, то, наверное, более или менее логично выглядит то, что именно армейцы открыли счет с заброшенным шайбом. Преимущество их не вызывало никаких сомнений. Сейчас второе звено. Армейцы появляются на льду. Паршин, Хомутов, Широков. У динамовцев звено Непряева. Непряев, Афанасенков и Пистушка. Защитниками Вышиткевичем и Рылова. Передак в средней зоне на Непряево накрывают армейцы. Как следствие, получают возможность сами начать атаку. Не торопятся, ищут варианты развития атаки. Но вот в итоге шайба доползла мимо Артема Тернадского до Константина Барулина. Таким образом и те, и другие меняют сейчас свои звенья. У армейцев появляется Суглобов, Вальберг и Тертычный. Все-таки они вместе действуют, по крайней мере, сейчас. А у динамов, Карамнов, Шитиков и Тарасов. Можно сказать, что у ЦСКА все четыре звена достаточно ровные. Хотя вот только по сезону чуть ярче играют Широков и Паршин. И казалось, ну вот это более такой же звено. Да и пульсативность так и есть. Но в принципе все мастеровитые игроки и все непосредние роли бы играли в других командах. Я говорил перед рекламной паузой о том, что один из пострадавших и получивших травм в составе «Динамо» как раз в предсезонном матче с ЦСКА пострадал. Никакого взлома умысла не было ни в действиях Дениса Кулеша, ни Станислава Жмакина. Но вот таким получился эпизод, что Матюс Вейнхандель получил травму. Более того, пришлось ему отправиться в больницу. Но и продолжает он лечиться. Это, собственно, к тому, что команды в нынешнем сезоне уже встречались друг с другом. Вот такой вот вышел, может быть, не самый приятный инцидент. Константин Корнеев из своей зоны начинает атаку. Розин, передача через борт на Жмакина, к чему-то оказался не готов. И ответ «Динамо» достаточно короткий. Косинчук с шайбой в чужую зону забрался, собственно. Секунду погостил и все. «Динамо» чуть проигрывает скоростью ЦСКА, потому что мы видим, армейцы все время успевают в оборону и все время накрывают «Динамо» и численные преимущества в обороне у них постоянно. В прошлом матче армейцы проиграли совсем недавно. Одноклубникам «Динамо» в Москве и из Риги проиграли со счетом 3-4. Достаточно любопытной получилась встреча, хотя, в общем, можно по-разному, наверное, ее оценивать. Ну, а что до «Динамо»? Команда проиграла лидеру текущего чемпионата. Мытищинскому «Атланту» проиграл крупно 3-6. Но при этом Алексей Бадюков, как раз вернувшийся в прошлом матче в строй, говорил, что на «Динамо» очень сильно давило большое количество матчей за короткий интервал времени. И сегодня мы видим, что по крайней мере по первой половине первого периода, действительно, вы подмечаете, что не хватает скорости «Динамо» и, кажется, может быть, как раз напряженный календарь стартового отрезка для «Динамо» сказывается сейчас на действиях подопечных «Уйтик». Ну, возможно, даже не ожидал «Динамо», что он так быстро будут играть в первом периоде «Армейцы». Потому что, ну, тот же «Уйтик» присутствовал на предыдущей игре. Да, у него там друзья в Риге, он приехал смотреть не только хоккей, но общаться с ними. Но выводы он сделал. На ваших экранах у Владимира «Уйтик». А это статистика впечатляющая. В первую очередь здесь преимуществом армейцев, наверное, для болельщиков ЦСКА. Это важно количеством сыгранных матчей за эти шесть десятков лет. И причем, что любопытно, вот это преимущество ЦСКА очень и очень впечатляющее и поныне. Если взглянуть только на историю встреч в российской истории, там 37 матчей, сегодня 38-й. И здесь уже преимущество будет за «Динамо». 20 побед у «Динамо» и 12 у «Армейцев». Так что можно понять, насколько огромен был перевес. Хотя, собственно, про это, наверное, все, кто достаточно давно следит за хоккеем, помнят, насколько велик был перевес ЦСКА над любым практически. Мира. Мира. С которым ЦСКА играет. Иван Непряев отправляется на две минуты на скамеечку Штрафников. Коротко добавлю к вашим словам про Вуйтока, что он был на матче. Он даже в своем блоге написал по этому поводу. Да, был, общался с Шуплинов. Кое-что для себя заметил по игре ЦСКА. Правда, вот по поводу этого кое-что, когда будет у нас подходящая пауза, здесь, наверное, имеет смысл вернуться к тому, как армейцы действовали против «Динамо» из Риги и как они действуют сегодня против «Динамо» из Риги. Ну, как я сказал, да, затем другая была игра с основной ЦСКА. Просто, я не знаю, настроились нет, усталые были. Но ЦСКА не был похож сам на ЦСКА. Паршин добрался до чужой зоны. Паршин, Широков, Хомутов и защитники Мишарин и Куляш. Смещается Паршин к центру. Получает шайбу Мишарин. Набрасывает ее на пятачок. Там упал и Хомутов, и, боровавшийся с ними, по-моему, Вышиткевич. Минуту 10 еще в большинстве играть армейцам. Снова Паршин, только теперь уже по правому краю, проникая в чужую зону, пробрасывает шайбу себе на ход. Рядом с ним Широков, но шайба достается не ему, достается Динамовцам. Но и выбросить ее не удается. Снова Мишарин на пятачок. Населенная шайба достается адресату пасса Широкову. Вот он с разворота пытался бросить. 55 секунд. Удаление в составе ЦСКА. Иван Хомутов удаляется на 2 минуты, видимо. Ну, что показывает опасный грабо какой-нибудь плюшкой. Давайте посмотрим. Ну, да. Вот Хомутов, да. На самом деле, в прошлый раз 52 секунды отыграли армейцы в большинстве. Неполных 2 минуты и заработали штраф. Куляш тогда вынужден был фалить мимо убегавшего Эрика Ландри. Какие-то меры предпринимать. Вот сейчас Иван Хомутов фалит в чужой зоне. И, соответственно, 55 секунд остается играть. То есть, примерно столько же. Но чуточку больше сыграли армейцы в большинстве. Так что из двух возможностей в сумме наберется 1-2 минуты. Ну, обеих команды. Да. Петр Чаянок, шайбой в средней зоне. Открывается под пас Алексей Житник. Закатывается в чужую зону. Вдвоем его встречают. Но Чаянок-то как раз катился за ним. Именно ему оставлял шайбу Житник. Потенциально очень опасный момент. Не менее опасный момент сейчас, когда Калюжный пытался бросить шайбу низом. Мимо Варулина в ближний угол. Не получилось у него сделать это неожиданно для голкипера. Не получилось бросить сильно. Тот же ответ армейцев. Защитник Гончаров добрался до чужой зоны. Пока поднимал голову. Смотрел, что с шайбой сделать. Уже его обещавили. Твертышный. Попадает в конек Дмитрию Шитикову. Через пять секунд в полном составе будут динамовцы. Можно вспомнить, что происходило в прошлый раз. Шайба досталась армейцам. После того, как динамовцы отправили ее сами в чужую зону. На сей раз армейцы вновь контролируют шайбу в своей зоне. Выбрасывают ее. И пошло время. У динамов чуть меньше минуты. Идет смена походу у белоголубых. И неудачно. Денис Денисов докатился уже почти до синей линии. Отдав шайбу партнеру, устремился в чужую зону. А партнер-то остался стоять на месте. Пришлось со второй попытки закатываться в чужую зону. Еще 40 секунд есть у динамовцев на игру в большинстве. Не совсем логично. Или просто будет так не знал, что будут динамовцы. Гол. Гол. Бросок Даниила Маркова. Денис Денисов выкладывает шайбу под бросок капитану динамовцев. И тот сравнивает счет. Реабилитировался немножко в свою ошибку, которая привела к первой доброшной шаре. Когда он вместо броска сделал передачу, которая была перехвачена. И там опасный выход был глава 1-й. Динамо, Динамо скандирует трибуны. Но вот сам факт того, что обе команды московские. Сейчас можно даже сказать, что с одной стороны, конечно, на родном лю для ЦСКА проходит матч. Но поддержка у динамовцев почти такая же шумовая, как и у ЦСКА. Сегодня Динамо футбольный играл вчера. А Динамо в ЦСКА футбольный играет сегодня. И большинство фанатов сегодня на матче футбольном. И плюс баскетбол ЦСКА сегодня играет. Тут же ответ армейцев. И бросок Антона Бута потенциально опасный. Если бы получилось бросить туда, куда задумывал. Снова Бут за воротами. На пятачке. Но уж слишком близко, видимо, находился. Олег Сопрыкин. Слишком близко. Я имею в виду наброс Корнеева к чужим воротам. Не первый раз, кстати, мы видим, когда попытка что-либо изобразить в исполнении защитников. Сегодня и то, и другое команды приводят к перехвату и быстрой контратаке. Бутюков. То, что будет первым на шайбе, нет сомнений. Другое дело, сумеет что-нибудь сделать. Сразу сходу передача на Толпеха. Толпеха уже контролировали. Рядом с Толпеха уже Бутюков. Поднята рука арбитра. Затяжная борьба за шайбу. Коснулся шайбы Мишалин. Игра остановлена. 15.56 позади. В первом периоде. Снова удаление. Кстати, вот по этим моментам перед сезоном говорили, что вот эти моменты будут разрешать. Сейчас куляв удаленно две минуты. Толпеха, ну что там. Толчок соперник Юж. Ну строго говоря, если уж давай, так что, как не его. Ну в принципе, я не знаю, там он не в спину, а просто потолкнул и не падал бы до готов. Ну вот может быть, если бы он первым движением ограничился, может быть тогда... В другой ста интернациональная бригада, еще выше строгость, наверное. Две минуты игры в большинстве для Динамо, которая совсем недавно именно в большинстве сумела отличиться. Афанасенков вдоль борта возвращается к синей линии. Сыграл с Лушеткевичем. Получил шайбу обратно. Бросок. Скрытый бросок. Два хоккеиста ЦСКА и игрок Динамо располагались перед голкипером. И контратака убегает. Но что это? Булит, я думаю. Почти трудненько, а? Да, Булит показывает. Большин мало кто может догнать. Тем более, защитник находился в неудобную вторую шайбу. Или, ну, еще неизвестно, заброшен ЦСКА или нет. Но, блин, второй момент. Тогда не совсем логичное действие в обороне. При атаке в обороне получили... Но вот то, о чем буквально минуты и ранее я говорил, что много сегодня моментов, когда следствие игры защитников в атаке, команда соперника получает свой шанс. Вот теперь шанс при игре в меньшинстве у ЦСКА. Причем шанс, конечно, отменный. Денис Паршин зарабатывает для своей команды булит. Любопытно, вообще, главный арбитр сегодняшний, я российского имею в виду, Алексей Раводин третью игру в этом чемпионате проводит. И оба раза матчи не завершались в основное время, один раз булитами. Но в любом случае, да, если сегодня в основное время уложится, то один булит мы с вами увидели. Не сумел перехитрить спокойно и уверенно действовавшего в данном случае Виталия Еремеева, Денис Паршин. И сколько мне говорили, что Еремеев плохо действует на булитах, мне вот кажется, я так вспоминаю, когда булиты во время игры, никакой проблемы у Еремеева нет. То есть если говорить о том, что не очень хорош он при игре на булитах в послематчевых сериях, или как сейчас не совсем правильно уже корректируют, не послематчевых, а просто по завершении основного времени игры в сериях булитов, то по игре вот у меня впечатление, что никаких таких проблем у Еремеева не было. Никогда. Мне кажется, что Паршин делал это неплохо, сошла у него шайба. В принципе, он положил Виталика, если бы успел перебрать и подболь шайбу там... И попасть уже в ответ. Ну вот так вот посередине, почти что посередине двухминутки игры в большинстве у Динамо, ЦСКА получил булит. Обратите внимание, третье удаление у нас, если брать не все вообще в сумме, а третий эпизод, когда команда играет в неравных составах. Первые два. ЦСКА играет в большинстве приблизительно минуту, зарабатывает штраф, и после этого вторую минуту играет в большинстве Динамо. Ценосерас Динамо играет в большинстве, и снова примерно посередине этого отрезка уже ЦСКА получает возможность в виде булита, но не реализует ее. 35 секунд еще у Динамо, отбросились армейцы в чужую зону, меняют быстро свою четверку. Кухтинов, Кугарик, Тернавский и Ханулов появились на льду. Вот можно отметить ЦСКА еще какой огромный плюс по сравнению с предыдущей игрой с Ригой. Они сегодня вот очень много шайб сблокировали, не дали долететь им до ворот. И вот булит был после того, как поймали шайбу на себя. И вот сейчас, видимо, калюжный бросал практически без помех, но армейцы поймали шайбу, и контратак опять могло быть. Передача Денисова на Житника оказывается неудачной, и это фактически подводит черту. Вот двухминутка игры Динамо в большинстве. Время уже вышло, но есть еще две минуты игры до конца первого периода. Толпеха выкладывает шайбу под бросок Денисова. Денисов бросал, продолжает бороться за шайбу защитник. В итоге Толпех уже вернулся на его позицию, подстраховал своего защитника. Бадюков, Ландри и Толпеха тройка в атаке у Динамо. Армейцы начинают свою атаку. Передача Антона Бута на Сопрыкина проходит, но не в один прием, но в два. Все равно проходит, был шанс, которому воспользоваться армейцам не удалось. Но сейчас вторая серия их атаки может быть. Бут бросок! Еремеев реагирует. Сопрыкин. Снова Бут. Не покидает армейцы в чужую зону. Антон Бут ищет варианты. Поднял голову. Следует передача, которая попадает в плюшку игрока Динамо. Ну и только на этом атака армейцев. Многосерийная такая атака получилась. Завершена. Брасывают шайбу в чужую зону гости и поехали меняться. Последняя минута. Последняя, вероятно, и смена сейчас. По крайней мере для Динамо, в которых появилось свежее звено. Снова в атаке армейцы. На пятачке был Хомутов. Паршин не стал делать туда передачу. Выждал момент. Бросил. Снова пришлось вступать в игру Еремееву. Шитиков. И армейцы постоянно нацелены на быструю атаку. На контратаку. Сейчас уже у Широкова был. Ну, может быть, и плохой шанс был для того, чтобы оформить его во что-то серьезное. Но, по крайней мере, атака динамовцев ни во что не вылился. И это уже можно ставить в заслугу подопечного Вячеслава Быкова. Ну, тут попало еще звено Широкова на четвертое звено Динамо. И это, конечно, преимущество. Саждая, значительно. И как вылезал здорово Паршин. У него момент был великолепный. 42 секунды еще играть в первом периоде. Ничья 1-1. Выигрывает вбрасывание армейца. И не сумел руку. Причем, вроде бы как, выставив скакавшийся, скакавший в его направлении шайбе Максим Гончаров. И в итоге, вот, цена одной, вроде бы, не смертельной ошибки в чужой зоне, на чужой синей линии. Но мы этих ошибок сегодня у динамовских, у армейских. Ошибок у армейских защитников видели некоторое количество. Вот сейчас положил руку, вроде бы, просто проскальчил. Рука мимо шайбы. Шайба, как лягушка, проскакала мимо руки Гончарова. И вот в итоге удаление. И перед этим опаснейший момент у ворот Константина Барулина. Вот цена одной, вроде бы, ошибки. Очень и очень далеко от собственных ворот. И Песушко очень расстроен, потому что момент был хороший. Барулин уже лежал. И надо только подкротить. Полминуты есть у динамовских. Сейчас, и если не получится, полторы со старта второго периода. Бросок Вышедкевича. Днепряев за воротами. Ищет варианты рядом Афанасенков. Тоже за воротами. Ему следует сейчас передача. 10 секунд в распоряжении Динамо. Афанасенков на Вышедкевича. Тот подбросок Рылову. Рылов бросает на месте Константин Барулин. Успевший сместиться к левому углу. И спокойно контролировавший полет этой шайбы. Ну, мы видим, что Рылов посмотрел сейчас на спиномер. Там еще достаточно времени, чтобы не спешить было. Бросок, ну, не точно подготовлен. Но уж очень спешный, потому что длинная дистанция. И без помех Барулин поймал. Очень легко. 6 секунд. Есть еще время выиграть бросование и бросить. И это доказывают динамовцы. Два броска успевает нанести Афанасенков, на которые реагирует Барулин. И Вышедкевич мимо. В итоге 1-1 после первых 20 минут игры. И совершенно очевидна вся борьба впереди. Сергей Инаревич, согласитесь, что вот если разбивать период не какими-то математическими способами, а на период до первого удаления в матче. Вот сейчас на Вашей экранах статистика, которая, в общем, сопоставима у команд. То очень большое преимущество ЦСКА в начале. Большое количество созданных моментов. Да, действительно очень большое преимущество ЦСКА. И начали как здорово очень. Но сейчас интервью надо ответом давать. Время, чтобы ребята успели потом раздевал. Ну а мы отдаем слово Наталье Клэм. Спасибо, Александр. Беседуем с капитаном Динамо, Данилом Марковым, который успел уже отличиться в этом матче. Данил, ну давайте о том, почему пока динамовцам не удается сделать так, чтобы игра была в пользу абсолютную вашу. Ну, Вы знаете, я не знаю, почему мы так неактивно начали. Игру как-то робко немножко. Но во второй половине, период после пропущенного гола, его как-то вы заживились и начали играть свою игру более-менее. Поэтому, я думаю, сейчас будет все нормально. И игра началась немножко вялая, я бы так сказал. Как будете использовать неравные составы, учитывая результаты первого периода? Ну, Вы знаете, понятно, что в численном большинстве надо забивать. Потому что во многих таких матчах ответственных и против ЦСКА Динамо, Спартак, ЦСКА Динамо, Спартак, в большей степени будет решать большинство и меньшинство. Поэтому это очень важный фактор в сегодняшней игре. Учитывая, что это московское дырби, может так сложиться, что до основного конца времени счет будет именно идти в притирку? Вы знаете, я думаю, что так и будет в сегодняшней игре, потому что игра обещает быть тяжелой, интересной и захватывающей, можно так сказать. Ну, можно посмотреть, что наверняка тренерский штаб ЦСКА работает над этим компонентом. И если вот многие команды получил шайбу в меньшинстве, ну, в меньшинстве играешь, обороняешься, получил шайбу и выбрасываешь, не задумываясь, то мы видели, что армейцы, при том, как получили шайбу, сразу организовали контратаку. Две были очень опасные. У ЦСКА есть, кстати, уже шайба заброшенная в меньшинстве в нынешнем чемпионате. При игре 4 на 5, чего не скажешь, Динамо. 93 секунды, полторы минуты в распоряжении Динамо на игру в большинстве. Со старта второго периода Иван Хомутов продолжает отбывать двухминутный штраф, полученный ему уже в самом-самом конце первого периода. Неудачная, мягко говоря, передача на Разина. Удачная только разве что для Паршина. У армейцев есть возможность спокойно сейчас поконтролировать шайбу. Уже меньше минуты осталось им отбиваться. Широков прижал его к борту Петер Чаянок, а помощь пока не подоспела для того, чтобы все-таки выцаревать шайбу у армейцев. Надое впечатление, что Динамовцам не особенно и нужно. Вот странная ситуация. Полторы минуты на игру в большинстве со старта периода. Ощущение такое, что игра в равных составах, и Динамо никуда не торопится. Или как будто удаление пятиминутное. По крайней мере, осталось всего 30 секунд. Минуту уже отыграли в большинстве Динамовцы. Фактически без прока. И сейчас еще связка Паршина-Широков находится в чужой зоне, что в любом случае опасно. Обошлось с безопасного момента. Бадюков сумел прокинуть шайбу мимо Кулеша. Один выкатывается к чужим воротам против одного защитника ЦСКА. Доходит дело до броска. Но опять же, это не самая все равно типичная атака для игры в большинстве. Это следствие того, что Куляш активно рванул на Бадюкова. И в итоге за это был наказан нападающим Динамо. Но при игре в большинстве за 93 секунды ничего не смотрели Динамовцы. Именно из разряда стандартной атаки при реализации большинства. Ответ армейца втроем против двоих. Долго-долго показывал, что будет делать передачу. И в итоге все-таки предпочел нанести бросок, пусть и практически с нулевого угла Сергей Широков. Он на мякине не проведешь, и поэтому он абсолютно четко прикрыл ближний угол. Он не сомневался, что его партнеры опекают партнеров Широков. Выигрывает вбрасывание армейцев. Вы видите прогноз того, как завершится эта встреча. Исходя из того, что и та, и другая команда, естественно, по ходу сезона и сезона предыдущего, оказывали в ситуации, когда счет 1-1. Алексей Тертышный вместе с Александром Сугобовым и Михаэлем Вальбергом. На льду такая тройка у армейцев. Вместе с ними Константин Корнеев и Максим Гончаров. Пара защитников. У Динамов на льду Иван Небряев, Максим Пестушка, Дмитрий Афанасенков и пара защитников Сергея Вышиткевича, и Яков Рылов. Тертышный на себе протащил Вышиткевича до фактически вратарских уже ближайших подступов. Нанес бросок, пусть и не очень опасный, но все равно впечатляет, насколько не удавалось его остановить. А сейчас впечатляет и передача, выданная им под бросок Вальбергом. Это еще учитывая, что это четвертый двенадцатый СК так активно атаковал. Практически минуту в зоне Динамо были. Посмотрим за ответом Динамовцев. Но правда звено-то это тройка Небряева. Все то время, пока атаковали армейцы, тоже находились на льду. Поэтому им необходимо меняться, что и происходит. Один Афанасенков остался и уже успели появиться. Коккеисты четвертого звена, именно Афанасенков, оставшийся на льду, сделал сейчас передачу на Виталия Каравного. Вот, вот, подставлял клюшку и так в касание в ближний угол отправил шайбу. Пришлось реагировать по рулену. Ну, в принципе, в этой ситуации передачу надел как можно сильнее, почти бросок, чтобы подставили клюшкой, и она изменила управление, полетела ворота. Ответная атака армейцев. Не пропустил ценой собственного падения. Защитник Исаев Жмакина по борту в собственной зоне. Ну и в итоге достаточно легко Динамовцы сумели шайбу отобрать. Данила Маркова обещала, что команда прибавит. В этом движении удивлялся, почему они сами так небыстро начали первый период. Но опять, и второй период начался с большим преимуществом ЦСКА. Но второй период вообще какой-то проклятый отрезок для Динамов. Походу, нынешнего сезона за очень резким исключением. Динамовцы в лучшем для себя случае, по крайней мере, не проиграют его. А так по большей части, как раз, если Динамо играет неудачно какой-то отрезок встречи, то это именно второй период. Понятно, сыграно еще не так много матчей в чемпионате, но тем не менее, уже и не один матч все-таки и не два. Смена идет сейчас у Динамовцев. Появляется на льду Чаянок, Калюжный и Косинчук. Постепенно, потихоньку, полигонку. Уже все трое успели выскочить на лед. У ЦСКА. Пут Сопрыкин. И счастливый Петр Чаянок от борта наносил вроде бы как бросок, но шайба пришлась в ближнего к нему игрока армейцев Косинчук. За воротами находится, вывозит шайбу, бросать делать передачу не дают, да он и сам не особенно стремится. Сохранил шайбу, оставил партнеру, получил вновь назад и набрасывал на пятачок, где находился Петр Чаянок. Остановили, да, сумели сохранить шайбу Динамовцы, и это был опасный наброс Геннадия Разина, причем не столько, может быть, даже сам бросок, сколько то, что могло последовать за этим. Шайба отскакивает от Косинчука, от клюшки армейцев у Алексея Калюжного, но из этого ничего не получается путного, а у атаки армейцев теперь был какой-никакой шанс. Высочайший темп во втором периоде, обе команды демонстрируют, просто смотреть приятно настрой запредельный у обеих команд. А это всего лишь рядовой матч потенциальной лиги. Алексей Калюжный в своей зоне подхватывает шайбу, жестко сейчас. Сошлись друг с другом хоккеисты обеих команд, но обошлось без каких-либо. Впоследствии длинная передача в расчете на Бадюкова, там неподалеку был Иландри, если бы удалось хотя бы просто коснуться шайбы Бадюкова, то у вас атака в ходу бы и получилась. Но в итоге у армейцев теперь уже есть шанс самих, правда, два защитника спокойно перед Парсоном находились, но помог Широков, Паршин, Широков и Кумутов на льду у ЦСКА. Широков из-за ворот вылезает, вроде бы и шайбы, а на самом деле уже и нет. Уже он ее Даниил Марков сумел у него отобрать. Мишарин закрывает зону, второй шанс в атаке у армейцев, Паршин. Ищет варианты, находит вариант, делает передачу. Передержал, там были они 3-2, и видите, защитник тоже, правда, грамотно сыграли, вот эти передачи контролировали. И еще одна атака армейцев, теперь уже один защитник бежит назад толпека. Один Марков был против Паршина и Тертышного. Длинная передача, меняют составы походу сейчас и те, и другие. Седьмая минута первого периода, и я так понимаю, причем, что уже не было остановок. Сколько? Минуты три с половиной, наверное, без остановок. На высочайших скоростях действуют команды, уже успели полный круг составов поменять. По движению суперхоккей. Рылов, Пашинкевич, прессингует Пашинкевич от Суглобов. Пашинкевич уже успел избавиться от шайбы, правда, не сумел избавиться от Суглобова, который все-таки физический контакт с ним обеспечил. И атака армейцев. Да, вы правы, уже второй раз вышли подряд четвертые звенья, и еще ни одно состояние было. Днепряев направо, Пестушка, против него защитник армейцев, у которого был большой задел. Пришлось включать физическую силу. Кухтинов упал, подсвистят трибуны, считающие, что можно было удалить динамовца. Ну, там чистый столбик прием был. Кухтинов не ждал, что так жестко сыграли. Шмакин коснулся шайбы, отправил ее в чужую зону. Первым будет рыло с огромным запасом. И снова армейцы в чужой зоне, даже уже атакуя хоккеиста избавившимся от шайбы, действуют до конца по эпизоду жестко для того, чтобы обозначить свое преимущество. В том числе и таким образом. Угровой его час удаления. Карамон зарабатывает на Шмакине, вставив тому клюшку между коньков. И, соответственно, 7.35, ближайшие две минуты пройдут для армейцев при игре в большинстве. Правда, две или? Да, судя по сегодняшней игре, это все может быть, доброжные шайбы и удаление. Виталий Карамонов, предыдущий сезон, провел в США, причем он играл в Светли. И такое под впечатлением приехал, интервью дал, он играл в генерский лиг. Впечатляющий номер у него. Бут счастливый и Сопрыкин. Тройка атаки ЦСКА. Сопрыкин и Счастливый ведут сейчас борьбу за шайбу, сумели ее выиграть. Корнеев переводит на Бут, а тому же чулочку неудобно было сразу подставлять клюшку. А иначе пусть и острый угол, но был бы шанс забросить шайбу. Полминуты отыграли в большинстве армейцы. Сопрыкин счастливый, не торопится. Вот сейчас бросок следует с кистей. Видел момент броска Еремеев. Никто не подставлял клюшку, не закрывал видимость Галкиперу. Отпили с Динамовцей. Рванули тут же всей четверкой. Нет, тройка меняться. Житник остался. И в итоге ему придется подзадержаться. Бутяков пытается помешать, но помешал-то он едва ли. Серьез Антону Буду. Тот наносит бросок по воротам. Минута пять еще в распоряжении ЦСКА. Хобутов закатывается в зону. Бросок подставленная клюшка Дениса Денисова. Шайба отправляется выше заградительного стекла. И вбрасывание передышка сейчас будет небольшая, которая нам динамовцам не помешает. Очень опасный бросок Бутова. А вот Бутов был. Но когда вы говорили, что не закрывали Еремеева, там как раз и Розин, и Сопрыкин повернули Кобуса так, что бросок, чтобы не был очень сильный, чтобы изменить направление Павел Шайбин. Хомутов за воротами Еремеева. Передачу делает на миг у Ханула. Ханула, Паршин, Хомутов, Куляш и Мишарин, который рванул сейчас за Шайбой. Так вот это, смотрите, момент какой. Это две минуты вообще. Такой момент был. Мне показалось, что Шайба все-таки ударилась в заградительный борт. Так вот этот вот протоксальный вот этот момент, правило, что если Шайба выбрасывала из своей зоны, она пересекла, как бы перелетела за борт в любом месте, кроме скамейки запасных, это две минуты. Такой момент был у Аптима Рыбина. Я не спорю. Я к тому, чтобы мне показалось, что Шайба все-таки не покинула пределы площадок, ударившийся в самый крайший заградительного борта. Это спасло, наверное, 2 минуты. Да, 5 на 3 сейчас был бы явно неприятный сюрприз с углобом. Передача на Тертычного, который в этот момент уже падал. Тернацкий, забросивший единственную Шайбу в недавнем поединке против питерского СКА. Вальберг. Тертычный за воротами ищет варианты. Выкатывается сам бросок в упор, но с нулевого угла и готово предпить Шайбу Виталия Еремеева. Вообще Тернацкий прибавляет с каждой игрой, чтобы многое дальнее получает от тренеров. 18 секунд в распоряжении подопечных Вячеслава Быкова на реализацию большинства. В любом случае СКА, по крайней мере, первый раз сыграл в большинстве в этом матче. Если уж не 2 минуты, не будем заглянуть, но большую часть времени сыграл именно, получив свой шанс. Тернацкий наносил бросок в сторону в ворот, попал в Днепряева. Еще есть несколько секунд. Ханула затащил Шайбу в зону. Скугарев в полном составе Динамовцы. Атака продолжается у армейцев. Кухтинах набрасывал Шайбу к пятачку. Скугарев в итоге ее подбирает через небольшой интервал времени. Ханула, Жмакин. Против него Яков Рылов. Рылов в борьбу выиграл. Пробросил Шайбу по борту. Дальше уже Афанасенков выиграл свой отрезок борьбы у Тернацкого. Другое дело, что из этого, кроме как выбраться из своей зоны, Динамовцы излечь ничего не смогут. Середина матча. Ровно 10 минут отыграли во втором периоде команды. Причем нет, к сожалению, способа замерить, сколько времени прошло, но очень быстро. Практически без остановок проходит второй период. Забавный эпизод только что произошел, пока вы смотрели рекламу. Не совсем рекламная пауза, я бы так сказал. Я думаю, что это следствие того, что Дэнни Курман работает, потому что в Швейцарии все-таки другие несколько правил. И вот это существующее с нового сезона фиксированное время для рекламных пауз, по две в каждом из периодов и одна в третьем, они для Курмана, наверное, вновь. И вот как следствие забыли арбитра, им успели напомнить судьи с судейского столика. И прасывание сделали, тут же игру остановили. Ну и в итоге вот так вот рекламная пауза поспевала в хоккее уже за телевизионный. Такие вот тоже бывают забавные эпизоды. Да как раз для хоккеистов эта пауза, наверное, нужна была. Действительно темп высочайший. Сейчас чуть-чуть успокоится в рекламе. Выбрасывание у ворот Виталия Еремеева. Первая тройка атаки на льду у ЦСКА вместе с первой парой защитников. Так что в полном составе сопрыгаем счастливый путь Корнеев и Розин. У Динамо на льду Косинчук, Чаянок, Калюжный. И сегодняшняя первая пара защитников. Ну, Житник, он и так в первой паре играет. И, напомню, на месте травмированного Карла Рафуника действует Геннадий Радь. Согласен с вами, еще не скоро Динамо в абсолютно боевом составе будет играть. Да, но достаточно просто перечислить. Матя Суейнхан, Александр Полукин, Виталий Ячменев, Александр Горошанский, Роман Волошенко, Карл Рафуник. То есть вернулся Бадюков, тут же вылетел Рафуник. Можно вспоминать, причем, что фактически на ровном месте. Помните, мы с вами работали на игре Динамо ХК МВД. И буквально перед началом матча уже в раздевалке получил травму Роман Волошенко. Отложенный штраф, не успел добежать до своей лавки. Костатин Барулин. Абсолютно справедливое удаление сейчас получает Разин. Я не знаю, чем он недоволен. Его жестко абсолютно Сопрыкин атаковал. И никакого там удара Локсим не было. А потом глупая подножка. И что там, ругаться сейчас десятку получишь просто и все. Разин настаивает на том, что изначально Сопрыкин ударил его Локсим. Но мы видим с вами конец. Да нет, там был абсолютно игровой эпизод Сопрыкин. Сопрыкин, ну он вообще жесткий игрок. Ну да, но там единственное видим, что разбит нос, я не знаю, чем. Ну... Между прочим, разбитый нос, это тоже фактор для разумия. И сейчас не случайно советуются главные арбитры. Потому что если они все-таки усмотрели бы какой-то фактор нарушения в действиях Сопрыкина, то повреждения с нанесением травмы здесь минимум два призна. Так, ну, на всякий случай, виздерам очень легко получить повреждения. Тебя толкнули, и шлем чуть-чуть опустился вниз, и как раз вот царапает нос. Ну, сейчас посмотрим, какое решение будет. Разин на лавке, к нему поехал один из двух главных арбитров. Сейчас, скорее всего, его отправят на скамейку запасных, чтобы... Да, чтобы оказать помощь, и вместо него кто-то тянет другой. Скамейка шахмаков. В ожидании того, кто займет его место. Да, Рагин уже на своей лавке. И как-то не находится пока кандидата ему на замену. Но говоря, вот сейчас пока есть пауза о сроках возвращения травмированных игроков Динамо. Винхандель получил травму 29 августа, и срок восстановления 5 недель. Полухин 15 августа, срок восстановления 3 месяца. Виталий Ячменев 3 недели, начиная от 7 сентября. Александр Горошанский неизвестно, когда сможет восстановиться. Получил травму тоже 7 сентября, как и Виталий Ячменев. Роман Волошенко перед матчем в раздевалке, потянувший заднюю поверхность мошбеда. Роман Волошенко 15 сентября получил травму 4 недели срок восстановления. 19 числа последний из травмированных 3 недели на восстановление. Это что касается травмированных у Динамо. Мы видим, что открылась скамейка штатников ЦИСКО. И причем самое жесткое могло быть нарушение наказания. 5 минут получает Олег Сопров. О чем, собственно, мы с вами и дебатировали. Ну, вообще, зачастую вот в таких ситуациях, если было нарушение 2-плюс-бедовеца. Да, привычнее, по крайней мере, было бы, если уж доказывать Сопрыкина, и появилась кровь. 2 плюс 2. Большим штрафом. И до конца игры еще Сопрыкин. На самом деле, я думаю, что словеская риторика Геннадия Разина возобладала и возымела свое воздействие. А мы видим, как недоволен Быков, и я вот честно с ним согласен. Судьи дали не видели нарушения, и потом то, что ему сказал, и как вот так бывает. Тем более, так нарушения не просматриваются на мониторинг. Вот, давайте посмотрим начало. И что, здесь было 5 плюс 20? Я не уверен, что здесь 2-то было. Ну, а я о чем и говорю. Ну, судя приняли решение, дали 5 плюс 20, но вот Сопрыкин тоже не поймет, в чем дело. Сопрыкин настолько не понимает, что и не готов покидать площадку. По-прежнему находится Сопрыкин на лавке. Один из двух главных арбитров поехал к Виталию Еремееву. С ним расположился другой главный арбитр в центре площадки. Один из помощников ведет беседу с тренерским штабом ЦСКА. Отправляется Корнеев. Ну, я думаю, на переговоры. Как капитан, в данном случае, главному арбитру, одному из. Но несложно понять, что к тому, который знает русский язык. Я, в принципе, один раз общался с Дэнни Бурманом, кстати. Он прилично говорит по-английски. В Калифаксе было дело. И видел, столкнулся с ним здесь на матче чемпионата России. Но он просто не успел еще выучить русский. Хотя, когда я его спрашивал в Калифаксе, говорю, как он работает в России. Он говорит, вот так здорово, у вас такая сильная лига, такие высокие контракты. Вот еще и судей побольше и иностранцев приглашали на постоянную работу. Но шутил, в принципе. Но, может быть, будет учить русский. Жестко по отношению к ЦСКА приняли решение судей. Пять минут это достаточно много неликвидируемый штраф. И плюс Сопрыкин еще, который сегодня очень здорово выглядит на поле, удаляется до конца игры. И мы видим, что Виктор Васильевич Тихонов тоже... Президент ЦСКА, я думаю, испытывает сейчас не менее бурные эмоции, чем главный тренер, чем старший тренер ЦСКА, чем хоккеиста ЦСКА, чем болельщики красно-синих. Но, впрочем, и Ваш Сергей, на любую степень, возмущение мне тоже кажется высоко. Ну, я думаю, что абсолютно игровой эпизод и слишком жесткий на таком. Максимум, ну максимум в такой ситуации 2 плюс 2. Удаление до конца встречи получено Олегом Сопрыкиным. Может, в принципе, послужиться и, скорее всего, послужит даже отдельным поводом для разбирательства судейским комитетом, который... Я думаю, разбираться не будет, но просто... Который теоретически... Нет, теоретически он может даже ужесточить, но может и снять, что уже ничем не поможет армейцам. Но может это удаление 20-минутное снять с него, и у него уменьшится количество штрафов. И также, естественно, вынесет еще наверняка и по судейской бригаде сегодняшний матч отдельный заключен. Не думаю, что вот это решение судей будет разбираться. 1-1. Достаточно долго был счет. Почти целый период. И вот в итоге динамовцы сумели склонить, по крайней мере, на время. Чащу весов в свою пользу. 11-39. Вообще, можно отметить, что вот этой длинной паузы выбивает ЦСКА из колеи. Вспомним матч ЦСКА-СПартак-ЦСКА. Как D5-3 армейцы вели, никаких шансов у Спартака не было. Потом вот это разбирательство с попаданием в голову Брусика. И после этого ЦСКА проиграл фабулитом. А вот сейчас, видимо, очень здорово Бадюков действует. Я, вы знаете, добавил бы даже и про прошлый матч армейцев против рыжеского Динамо. Другое дело, что здесь причина поражения ЦСКА не в этом. А вот сейчас непобитный момент еще. Видите, как бы получил травму Разин. И вышел на лед играть. И еще в это время, когда еще и в большинстве играет Динамо. Алексей Бадюков, автор заброшенной шайбы. Вторую игру всего лишь проводящей после травмы. Сейчас надо еще одного, по-моему, игрока удаления. И, кстати, две игры, две шайбы на счету Бадюкова. Конечно, вместо Разина там какой момент? Вместо Разина сел игрок. И, кстати, Динамо забросил 4 на 4. Но вместо Разина сел игрок, он вышел играть. 4 на 4 еще и играть, и играть. Еще в минуту 5 секунд играть 4 на 4 командам. И после этого три минуты играть в большинстве Динамо. Пока шла рекламная пауза, смотрел по сторонам не на лед. И смотрю, что достаточно большое количество болельщиков друг с другом общаются, выясняя, собственно, из-за чего и почему так получилось. Большое количество сразу воедино собралось моментов. И изначально просто удаление Разина превращается в большой штраф, да еще и в дискулик, ну и удаление до конца матча для Сапрыкина. 5-минутный штраф. Разин в итоге выходит на лед. Поэтому действительно много моментов, которые болельщики с удовольствием обсуждают. Через 30 секунд появится пятый игрок на льду у Динамо. И три минуты на игру в большинстве будет у Белого-Голубого. Возвращаясь к словам о том, что может стать предметом разбирательства, когда общались специально на эту тему с руководством нашего судейского комитета, там прозвучало из уст наших самых-самых главных арбитров. Следующая формулировка. Мы знаем, какие матчи имеют особую значимость. Мы следим за тем, как судят наши арбитры. И мы внимательно следим за нашей прессой, за телевизионной, радио и пишущей прессой в оценке. Если существует какой-то хотя бы момент, то мы можем специально рассмотреть, а также мы стремимся рассматривать любой спорный эпизод, повлекший за собой большие дисциплинарные штрафы. Вот почему я сказал, что возможно, что еще по поводу этого эпизода не все закончено. Яков Рыло. Такой момент и удаление. 2.53. До того момента, пока армейцы окажутся в пятером, потому как пятиминутный штраф, и его реализовать можно сколько угодно. Раз. Так сейчас будут играть 5 на 3 динамо, если обойдут. Я вот к тому и виду, что 2.53 до того момента, пока армейцы будут в пятером, но из них 2 минуты они будут еще и втроем. Он, безусловно, будет зацепило прямо до локот Рыло. До Рыло, кстати, очень умело подставляется. Его плюсик. Рыло активен, кстати, сегодня два броска уже в первом периоде он нанес. Чувствуете, что соскучился по игре, у него были семейные проблемы. Он отца из Кирово-Чепецка родного привозил в Москву, из-за чего получил в Динамо, ну, как, краткосрочный отпуск, потому что у отца не очень хорошо было все здоровье. Но вот сейчас два матча пропустил и чувствует, кстати, желание. Вернулся на лед снова. Как раз Рыло сейчас имел возможность для броска. Выложил шайбу Ушиткевичу. Бросок на пятачке. Пескушка, но ловит шайбу, не оставляя шансов сопернику Парулин. Пескушка. Афанасенков-Непряев, Пышеткевич и Рылов. Пятерка Динамо остается на льду. Если защитник бросается, он тогда должны два нападающих закрывать вратаря. А сейчас Парулин все видит. Тройка армейцев выбросить шайбу не удается. Рылов на позиции правого защитника еще правее на Непряева. Получает обратно шайбу Ушиткевич. Замах, бросок. И сейчас везет в каком-то роде. Костянтину Парулину он правильную занял позицию, поэтому и везет, безусловно. То есть он сумел сложиться, выбрав наиболее вероятную точку, куда может прилететь шайба. Она и прилетела косточке его щитков и отправилась высвоять. Максим Крестушко на ваших экранах одно из приобретений. Динамо. Достаточно много у динамоцев приобретений в линии атаки. Я бы сказал, не с приставкой супер или очень громко. Как раз хоккеистов, которые играли не в самых ведущих командах, но при этом, наверное, всегда мечтали выйти на первой роли. Максим Крестушко один из них. Я и Константин Крестушко имею в виду, и Дмитрия Тарасова. Непряев. Вот Дмитрий Тарасов в меньшей степени. Ну, в первую очередь, да, Крестушко и Крестушко. Про Непряева этого, конечно, не скажешь. Ну, последний сезон он не был лидером Ярослава. Ну, да, но, тем не менее, Непряев привык быть в команде, которая борется за медали. Вот что я имел в виду. И причем не на последних ролях. Чего не скажешь ни о Крестушке, ни о Крестушко, ни о Трактор, ни о нефтехиме. В общем, лидером не одно. Минуты и шесть секунд до возвращения на лёд четвёртого игрока у армейцев. И динамовцы очень вольготны. Можно, если бы играли сейчас в Лужниках, можно было бы сказать, гостеприимно относятся к реализации большинства. Примерно так, как на старте второго периода полторы минуты. Они играли пять на четыре. Фактически ничего не создали. Вот сейчас... Очень жёсткая игра, очень жёсткая. Армейцы даже, несмотря на то, что играют три на пять, проводят такие слои приёмы. Марков переводит шайбу на Батюкова. И где она? По щитками, где-то под Барулиным, по-моему. Да. Барулин успел переместиться, хотя там всё-таки можно было куда попасть. Константин выручил. Очень многое сейчас будет не в этом матче, в этом матче тоже. Но, безусловно, вообще в ближайших матчах зависит от Барулина. Потому как один остался опытный голкипер у армейцев. Но сейчас на повторе видно, что моменты очень опасные были. Ну, вот это шанс Барулина, можно сказать. Не думаю, что ЦСКА займётся поиском ещё одного вратаря. Но это будет, наверное, зависеть от того, как в итоге, какое решение примет Юси Марканин. Выбрасывает шайбу из своей зоны армейцы менее чем полминуты в распоряжении Динамо. Таких возможностей, вот уж то наверняка, такой возможности больше в этом матче не будет. Так что, пятиминутное удаление, значит, от него остаётся три минуты. Из них ещё две минуты пять на три. Такое, ну, просто по вероятности не случится второй раз. Бросок не попадает по шайбе Эрик Ландри. И успел подхватить в итоге шайбу от порта отскочившую. Марков бросает. Всё в четвером армейцы. Но быть в четвером ещё достаточно долго. 45 секунд. Очень интересно, что сегодня как бы ударное звено Динамо в большинстве играет меньше всего. Колюжный. Вот их первый выход. 30 секунд в распоряжении Динамо на игру в большинстве. Марков. Четвером армейцы активно действуют, поджимая защитников Динамо. И в итоге снова перехватывают шайбу. Можно вспомнить эпизод, который уже был завершившийся в первом периоде. Тем, что армейцы вообще булит заработали при игре в меньшинстве. Ну что, самое тяжёлое для армейцев, похоже, позади. Удалось им пережить тяжелейший момент. Справедливо, несправедливо было решение арбитров. Здесь уже вопрос другой. Последствия его могли быть гораздо более серьёзными. В равных составах команды колюжный Косинчук. И звучит свисток арбитра, потому как сейчас положение вне игры. Да, сейчас армейцам надо передохнуть. Но, в принципе, 4 минуты до конца второго периода. И на третий период выходить такими же злыми, как они сегодня играют. Не будем забывать, теперь нет Олега Сапрыкина. На ваших экранах Никита Беспалов. Который вернулся, как я уже говорил, из Белгорода в прошлом матче. На лавке был молодой Иван Агеев. И на столь болельщики ЦСКА, которые смотрели матчи телевизионные, в общем, не в восторге были от результата и действий своих подопечных, что Иван Агеева выбрали лучшим игроком встречи. Помните, если кто смотрел, то трансляцию. Денис Паршин тем временем получает передачу по Синьевине. Ему еще надо было развернуться, конечно. Но, тем не менее, дошло дело до атаки и дошло дело до удаления. Если нет и крови, просто по подбородку попал. Геннадий Радник, кстати, удаленно был. Но тут действительно он выбивал шайбу. Смотри, сейчас по клюшке привод удары и скользнулся. Прямо по руке вверх. Появляет снальду Паршин. Все в порядке. Паршин, Широков, Хомутов остается снальду. Тройка армейцев, Мишарин и Куляш. Пара защитников у Динамо отбивается. Непряев, Рылов, Мушеткевич, Афанасенков. Мушеткевич выбрасывает шайбу. Аккурат к чужим воротам, владением Барулина. Если не реализует большинство армейцев, то останется играть затем 5 на 5, чуть больше минуты. Широков едва не продавил двух защитников Динамо. Куляш борется за шайбу. Борьбой все-таки проигрывает опытного Афанасенкова, который уже в падении, но выносит шайбу из своей зоны. На грани положения вне игры. Армейцы все-таки забрались в чужую зону. Еще много играть, и в большинстве. Минута 15. Передача под бросок Георгия Мишарина. Бросок и добивание здесь могло быть смертельно опасным. Еремеев разобрался с этой ситуацией. Мишарин нет. Мишарин не получит шайбу. Паршин! Что творит сейчас Паршин? Индивидуально решает эти зоны и забрасывает одну, наверное, из самых красивых шайб вообще в нынешнем сезоне. Великолепный момент. Я только хотел сказать, что Паршин просто не удержим. Сегодня вообще последние игры. Настолько кондикаординирован, настолько ловкий он. Просто сложно там... Думаю, просматривать будет сейчас в данном арбите этот момент. Я бы причем сказал, возвращаясь, почему я еще назвал Мишарина. Он был слева от Паршина. Самый простой вариант был. И Мишарин готов был. Выложи ему, и тот выбросил. Но выбрал такой вариант Паршин, который требовал от него сделать нечто фантастическое. Что он, собственно, и сделал. Мне показалось, что перекладиной в дальнюю, как бы внутреннюю, вот еще там дугу попал и вылетел из ворот. Мне тоже показалось, что Шайба попутешествовал внутри створа ворот. Так что... Паршин красавец по-любому. То он все видит. Откуда очень хорошо было видно. Достаточно быстро принимает решение арбитры. Да, на центр. 2-2 в большинстве. Армейцы сравнивают счет. По шайбе в большинстве забросили и те, и другие. Причем каждый раз шайба, которую забрасывали хоккеисты команды, игравшие в большинстве, позволяла им сравнять счет, отыграться. Вели армейцы 1-0. Динамо забросило в большинстве. Затем уже Динамо вышло вперед. Вот и ЦСКА сравнивают счет при игре 5-4. Очередная шайба Паршина. Вообще в последних матчах, если говорить о проблемах или даже забыть о проблемах в атаке у армейцев, все равно в первую очередь атака ЦСКА, если говорить именно о заброшенных шайбах, о результативных передачах, это связка Паршина-Широков. Широков и Паршин. Паршин и Широков. Здесь на самом деле каждый может быть под себя выбирает, кто ярче, хотя мне кажется, что они сопоставимы. Ну, они разные абсолютно. Поэтому и можно выбирать, действительно. Выигранное вбрасывание. Бросок сразу же после выигранного вбрасывания сходу. Сейчас уже следующее звено у армейцев. Буд счастливый Исуглобов на месте Сопрыкина. Корнеев и Розин пара защитников. Две минуты еще играть. Во втором периоде по шайбе заперим. Вот эти и другие пока что забрасывают. Другое дело, что еще предостаточно времени для того, чтобы забросить по ходу второй 20-минутки. Для Паршина четвертая заброшенная шайба. Догнал он как раз Сергея Широкова по этому показателю. А набранных очков у него теперь, соответственно, 6. У Широкова семь. Для них обоих не такой простой сезон прошлый год. Потому что под прошлым годом они просто были очень сильные. Подающими надежными? Нет, они были очень сильные. ЦСКА очень хотела их сохранить в клубе. Но они тоже все-таки взрослые ребята и просили какие-то уже нормальные условия для того, чтобы остаться. Они бы их получили, но все равно долю критики тоже получили. Но сейчас тут всего еще не хватало, чтобы положение вне игры было с углобов, с пугарев и уже еле передвигавшийся бут. Могли сделать быструю атаку ЦСКА, но в итоге с большим трудом изгружали положение вне игры. Тут же ответ Динамо и еще одна быстрая атака армейцев, которая заканчивается ничем. Мне кажется, все-таки, несмотря на все эти паузы, несмотря на выяснение отношений и эмоций, все-таки подустали хоккеисты в таком ураганном темпе действия во втором периоде. И сейчас чуточку снизилось количество точных передач. И как раз как следствие и потери появились в средней зоне. Ну и сейчас намного больше стало слоев приемов и борьбы. И поэтому тут уже надо только уворачиваться и уходить от слоевой борьбы. Еще одна возможность Дениса в последний момент все-таки включает верхнюю передачу. По-другому клюшку подстави, все, и Широк убегает один в один. Вспоминая на самом деле прошлый сезон изначально в другом армейском клубе, от Ханновой тоже ждали большего и не дождались. И я вспоминаю, как он приехал в Ярославль с формулировкой, что это человек, который способен забрасывать, делать передачи и бороться. Поэтому как раз вот сейчас мы сказали, что от него и не требуется больше, но все равно, наверное, хотелось бы, чтобы те авансы, которые несколько лет назад были, в итоге-то реализовывали. Но прохождемся или нет? Момент просто абсолютно игровой. Подставь клюшку, он все видел Широкова и все. И не надо там было ее обрабатывать по-другому. 10 секунд до завершения второй 20-ти минутки. Борьба не прекращается до последней секунды. Но вот только сейчас можно уже констатировать, что вряд ли успеют команды изменить счет. Звучит сирена, возвещающая о том, что и после двух периодов счет ничейный было 1-1, а теперь 2-2. И впереди как минимум 20 минут игры. Вот уже Константин Корнеев подошел к Наташе и все. И мы передаем слово Наталье. Спасибо, Александр. И надеюсь, что Константин Корнеев, капитан хоккейного клуба ЦСКА, объяснит все-таки, почему же Олег Сапрыкин был удален до конца игры. Ну, знаете, не могу сказать, сам момента не видел. Объяснение судьи так и не понял, честное слово. Поэтому не могу дать комментарий. Хорошо, тогда по второму периоду, как команда играет ЦСКА, то есть какие были установки в первом перерыве, сделанные тренерским штабом? Ну, увеличенная скорость, почаще делать смены, побольше атаковать ворота, прессинговать соперника. В принципе, думаю, в какой степени нам это удалось, а может чуть-чуть еще не удалось. Но еще есть третий период у нас. Ну, как раз-таки, что надо сделать так, чтобы, наверное, не было этого щекотливого положения, когда идете гол в гол? Забрасывать шайбу, не пропускать. Как это сделать? При том, как действует сегодня Динамо на площадке? Ну, я надеюсь, третий период покажет, что все-таки мы за ним. В принципе, ЦСКА выглядит пока сильней. Как бы игра ни закончилась, два периода, вот они имели преимущество, несмотря на пятиминутное удаление. Они злее сегодня, наглее. Но Динамо очень опытная команда, и мы видели там 4 на 4, момента почти нет, передача Ландер и Бадюков забивает. Чет 2-1. Поэтому предсказать, кто выиграет, абсолютно невозможно. Любопытно, если взять отдельно взятый именно третий период, третью двадцатиминутку, то здесь Динамо, если считать бы именно по ней, занимал бы шестое место турнирной таблицы. ЦСКА тринадцатая. Я уже говорил о том, что вот в первом периоде дела у ЦСКА не очень хороши. 23-й из 24-х команд. Так вот во втором Динамо 23-й из 24-х. Так что как раз равенство команд по этим показателям и равенство после 40 минут игры. Посмотрим, что ждет нас в третьем периоде. Точно так же, как посмотрим, к какому решению придет Быков. Будет ли он выпускать постоянно на месте Олега Сопрыкина, как появлялся в концовке второго периода и сейчас в первой смене Александр Суглобов, или будет кого-то здесь ротировать в этом звене. По крайней мере, в первой смене появился Суглобов вместе с счастливым Умбитом. Наверняка будет удаление, поэтому Суглобов, скорее, все будет начнем в двух звенях, а дальше уже посмотрим. Но, кстати, когда вот это звено один журналист назвал, там, счастливый, блутый Суглобов-Ярославскому, Юсав Аркадьевич обиделся, сказал, у нас только есть армейские звенья. Ну, не обиделся, он просто сказал, что-то вспоминайте их прошло. Но я помню, что и в мытищах возмущались, когда говорили, тольяттинская пятерка. В принципе, на самом деле, мне кажется, справедливым говорить такие-то вещи, это если хоккеисты все там родились и выросли, и все являются воспитанниками этой команды. С этим полностью согласен. Вторая минута заключительного периода, по крайней мере, основного времени. Паршин получает шайбу на границе синей линии, уходит от Житника. Сегодня он просто неудержимый. Какой момент сейчас? Можно было сказать, был, а можно сказать, создал, потому как все, что было сделано для Паршина, это вовремя сделанная передача. Все остальное, причем пройти мимо Житника, вот так вот еще умудриться бросить, это пройти, извините, не мимо кого-нибудь, а мимо одного из самых опытных защитников вообще мирового хоккея действующих. Ну и Косинчук тоже сейчас очень хороший момент создал, и бросок был неплохой. Косинчук, кстати, обещал, что будет драться. Вот почему-то очень беспокоит многих наших журналистов, будет ли драться в «Динамо» Косинчук. Что такое драться? Драться с кем-то еще в Косинчук. Ну, драки ледовые. Потому как вот какая-то существует история, почему он ушел из трактора и так далее. Ну, она там и к драке никакого отношения не имеет. Да, но вот его спрашивали, и он все-таки, я просто читал уже третье интервью, где ему задавали этот вопрос, и, видимо, утомленный этими вопросами, Косинчук пообещал, что если надо будет, он все-таки будет. Только это если надо будет, но пока таких ситуаций вообще ни к чему. Я не про это. Перехватывает шайба на своей синей линии «Динамовцы». Пестушка сам забрался в чужую зону. В принципе, вдвоем с Непряевым они пошли в атаку. Рылов. Вышла шайба в положение вне игры. Да, зафиксировали арбитры. Увлеченно так глядел на чужие ворота Яков Рылов, что как минимум на диаметр шайбы, даже чуть-чуть побольше, еще сантиметра на три, вывез ее из чужой зоны. Он, скорее всего, ждал, когда его партнер либо закроет вратаря, либо будет на ударном позиции, что передачу сделает. Выигрывают армейцы вбрасывание. Если по Косинчуку, то, наверное, он никогда с такими партнерами не играл одновременно. Еще я на пиколезный, чтобы только открываться и получать шайбу. А потом все равно в «Динамо» это не трактор Челябинского. Ну, это как раз то, о чем мы с вами говорили. Во втором периоде его по Косинчуку и по Пестушку тоже. Не умоляю никаких заслуг трактора и не говоря, что это команда такая-то, не такая. Просто, ну, не входит тут задача «Динамо» постоянная, какие-то бои. Хотя, думаю, с приходом Гринье и с трактором вообще кто-либо удраться не будет. Не хочется, по крайней мере. Бадюков, Толпека и Ландри. Тройка атаки «Динамо». Выигрывают «Динамо» в собрасывании. Следует бросок от синей линии. Достаточно неприятный в исполнении Максима Исаева. Нечастый гость на льду. Вместе с Житником сейчас появился. И следом за броском Исаева, секунд через 15, следующий бросок в исполнении защитника «Динамо». Теперь уже Алексей Житников. Кстати, третий период «Динамовцы» активнее, чем «Армейцы» начали. Сейчас вот небольшой преимуществ. Хочу как бы уточнить. «Динамовцы» активнее, чем «Армейцы» или чуть менее интенсивно «Армейцы» играют? У меня сложилось вот как раз второе впечатление. Позволяет сейчас чувствовать на тех же скоростях себя больше, можно сказать, впереди армейского коллектива. Бадюков, Толпека. Перехватывает в итоге шайбу, которая очень неспешно двигалась в каландри. Перехватывает Корнеев. Вот еще на что можно обратить внимание в игре ЦСКА. Вот посмотрите, сколько у них контратак. Именно очень острый. Потому что уже, видимо, опять же, тренерскую установку, которая, ну, была на следующий матч. Как только получаем шайбу, один нападающий выбегает прямо под дальнюю синюю линию. Сколько сегодня таких прорывов? Ну, справедливости ради, вот опять же, не пытаясь принизить никого из тех, с кем играли армейцы, вспоминать команды, с которыми они играли, которые заявляют и являются, вот как вы говорите, большой девятки, там, восьмерки, десятки. Ну, девятка большая. Ну, Бог Емаева девятка. Может быть, по кому-то десятка будет. Я сейчас не к тому. Я скажу, почему это считает. Я к тому, что среди всех проведенных матчей был матч с Атлантой, но матч с АСКА. И в том и в другом случае игра у армейцев не получилась такой, как хотелось бы, вне зависимости от того, что Атланту ничего не забили, проиграли 0-2, АСКА одну забили и выиграли. Именно к тому, что вот это фактически третья игра в сезоне против грандов отечественного хоккея, против других конкурентов за медали. И первая такая удача. С точки зрения именно игры, а не счет. Большая девятка, отличный состав, отличное финансирование и отличная индустрия структура, хороший тренерский штаб и амбиции на медали. Вот таких команд у нас 9, которые сказали, нам необходима медаль в этом году. Вот поэтому я только называю их 9. Это первые 8 команд в прошлом году регулярный чемпионат плюс Московская Динамо. И какой момент сейчас. Не видел момента броска как следует Еремеев. Тем не менее, шайба все-таки пришлась в него, отлетела и не поспел никто из армейцев. Находись кто-либо из нападающих ЦСКА рядом. Угол был открыт, никого рядом. Забивай не хочу. Ну, вот так получилось, что не хочу. Тут же ответ Динамо. Непряевка, Люжник, подхватил шайбу, но она все-таки, видимо, пересекла линию и вышла в среднюю зону. Я же не спорю, Сергей Ильич, по поводу 9. Я просто к тому, что если этот термин, либо нам надо его с вами, как говорится, распиарить, так что вы все уже знали про 9, либо каждый раз пояснять, что такое большая неверка. Я просто подсчитал вот те команды, которые претендуют реально и объявляют об этом, что мы хотим медали. Вот это 9 команд. Тот же «Спартак» может быть в восьмерке, или «Трактор» может быть в восьмерке, но они не говорят о медалях. Даниил Марков выбрасывает шайбу в чужую зону. При потере шайбы, вот, кстати, мне кажется, что уж в чем-в чем, а в активности в чужой зоне при потере шайбы динамовцы в третьем периоде самих себя превосходят по сравнению с тем, что мы видели в первых двух. Но они прибавили в движение и стали агрессивнее действительно в зоне ЦСКА. Тертышный, ну, троих-то защитников, троих хоккейстов соперников пройти очень затруднительно. Так что в итоге предсказуемо отобрали шайбу динамовцы. Непряев, Афанасенков получил от него шайбу, бросил сразу же Барулин. Отправляет ее к углу площадки. Там Афанасенкова двое армейцев атакуют. Тернавский, Тертышный. Передача Хановы на Вальберга была какой угодной, но только не удачной. И, тем не менее, это атака армейцев, силового звена армейцев. Хотя, не знаю, справедливо ли так говорить, но, тем не менее, по крайней мере, в каком-то роде это звено армейцев соответствует в североамериканском понятии чекерам. Но вот это сейчас... Ужмакин какой момент был, посмотри, чуть-чуть не успел убрать. Как не забрасывать в данном эпизоде, если предыдущий эпизод с Еремеевым, когда он отбил шайбу, там никто не мог знать. Надо было угадывать, куда отскачивает шайба, а здесь, ну, это какой-то просто... Вот еще повтор смотрим. Здесь, ну, да, Еремеев красавец. Просто он успел выкнуть ногу и все... И Жмакин же правильно все делал. Убирал под себя и хотел все удобно руки бросать. Еремеев его переды переиграл. Очень здорово сейчас 13-го отобрал у Тараса шагу. Играет с ближним, которым был Жмакин, Кухтинов. И передача Кухтинова на Ханулу. И снова Ханулу не в центре внимания. По крайней мере, с точки зрения удачного техника тактического действия. Шесть минут и восемнадцать секунд отыграли команды. Ничего не произошло за те секунды, пока вы смотрели рекламу. Вбрасывание сейчас в средней зоне. И вот сейчас, я так подозреваю, как раз арбитры вспомнили про то, что на седьмой минуте уже пора единственную рекламную паузу третьего периода делать. Так что вот сейчас, соответственно, возможность единственная, но за исключением теоретической возможности взять тайм-аут для наставников, единственная пауза в третьем периоде. Если говорить о именно третьем периоде матча, то, в принципе, можно, наверное, посмотреть на... Можно посмотреть и показывать просто отца Валерия Карламова. И поэтому вот кемер достаточно долго сближался. На результативность хотел я обратить внимание и ЦСКА, и Динамо. Именно в третьем периоде у армейцев семь шайб заброшенные, четыре пропущенные до сегодняшнего дня. Не будем забывать, что матч и ЦСКА провел всего ничего семь. То есть в среднем одну шайбу как минимум в третьем периоде забрасывают. Что же до Динамо? Те же семь заброшенные и пять пропущенные. Но эти динамовцы провели на одну игру больше. Петр счастливый. Пытался быстро переадресовать шайбу. Полученную от фута обратно будто не получилось. Со второй попытки Бут забирается в чужую зону. Уже, правда, фактически без шайбы. Суглобов по-прежнему появляется в первом звене счастливым на месте Сопрыкина. С счастливым и Антоном Бутом. Бадюков двигался вдоль синей линии. Передача получила. Не очень удобно ему было что-либо предпринимать. А вот Толпеков по центру закатывается. Бадюков не стал бросать сразу. Сделал паузу. Бросал в дальний угол. Не точно. Еще один бросок. На те раз от синей линии Вышиткевич заряжал. Вот, Витя, очередной момент, когда при получении шайбы сразу, при получении шайбы защитником, один за подачей убегает под дальнюю синюю линию. Они прямо растягивают оборону Динамо. Вынуждает не закрывать зону. И в случае, если все-таки зимнут защитники, это будет один на один или очень опасный момент. Это я давно не видел в исполнении каких-то других команд этого ремонта. Фактически. Георгий Мишарин от синей линии сейчас набрасывает в направлении ворот. Яков Рылов пока что из своей зоны не могут выбраться динамовцы. Теперь уже ЦСКА при потере шайбы действует сверхактивно. Сергей Широп шайбу отбирает. Отбирает так, что, по всей видимости, сейчас сразу же поедет на лавочку. Не своей командой, а стабильный. Вот что там было? Ну, удар получился, да. Яков Рылов уже третий раз. Удар по Рылову. Третий раз. Вы к высокому артистизму, Яков? Ну, потому что он получает очень много ударов. Ну и об этом он сразу сигнализирует. Третий раз нарушение против него, и он сразу показывает. Не могу молчать, знаете-ка. Не могу молчать, и показывает сразу. Очередное удаление. Их хватало и в первом, и во втором периоде. Давайте напомню я вам цифры игры в неравных составах. Если взглянуть на ЦСКА, то команда при игре в меньшинстве выглядит просто здорово. 93,2% надежности. Но, правда, с сегодняшнего дня все-таки одну шайбу в меньшинстве армейцы сегодня пропустили. Ну, а в большинстве лишь 12,5%. Так что это, опять же, показатель, вспоминая про то, что ЦСКА прилично в нынешнем сезоне добавил именно при игре в обороне. А что до результатов, соответственно, процентов у московского «Динамо», то игра в большинстве у «Динамоцев» как раз очень неприлична. До сегодняшнего дня была уровня почти 20-19,5%. И сегодня опять забросили. Ну, а в меньшинстве чуть хуже, чем у ЦСКА. 88, но все равно хороший для нашего чемпионата. Марков получает обратную шайбу от Чиянака, который сейчас находится на позиции защитника. Передает шайбу Петру. И тот бросает, реагирует Барулин. Отбросили с хоккеиста ЦСКА. Успели сменить, всю четверку успели поменять. У Кухтинов, Тернанский, Скугарев и Ханулов появилась четверка у ЦСКА. По-прежнему первая пятерка на льду у «Динамо». Но первая пятерка за исключение, может быть, здесь того, что Марков вместе с «Житником» пара защитников. Но это понятно. В общем, два лучших защитника вместе и появились. Ну, это первый раз я видел, что это сочетание. Вот, да, все игры, что «Динамо» смотрел. Может быть, действительно не самая удачная игра сегодня у «Разина». Выпит один из «Динамо». Но вот сейчас спору расточать комплименты игре Барулина клюшкой. Мы говорили о том, как Еремеев переиграл Жмакина, который вроде бы как все делал правильно. Сейчас Барулин клюшкой уже в падении успел выбить шайбу. Иначе Непряев фактически проскакивал самому себе, создав эпизод пустым воротом. И спокойно бы шайбу отправлял уже в незащищенный створ ворот ЦСКА. Все, отбились армейцы. Возвращается на лед Широков. И позади фактически половина третьего периода. Широков вернулся, сразу к славке подключился к атаке. Казалось бы, ее дважды могли остановить «Динамо», «Цан» нет. Останавливается только после броска самого Широкова. Когда шайбу ловит Виталий Еремеев, и позади ровно 10 минут сыгранных в третьем периоде. Смотрим повтор этого броска. Не, у Широкова великолепной руки очень хитрый игрок. Вот, один из самых хитрых в нашей линии. Ну, а это повтор как раз игры Барулина клюшкой. Ну, вот смотрите. Вот этот удар-то по рукам был такой, чтобы клюшка сломалась у Непряева. Почему этот момент тогда не судился? Иван Хомутов коснулся шайбы, отправил ее, ну, приблизительно так, в сторону Сергея Широкова. Главное для армейцев, что они сейчас сохраняют шайбу в чужой зоне. И по-прежнему никак не могли ее вывести динамовцы. В итоге, правда, получилось. И шайбу сразу получает Тарасов. Уже на входе в чужую зону. Помешал арбитр Виталию Карамнову. Тем не менее, Карамнов боролся до конца. Уже, казалось бы, проиграв единоборство, все-таки шайбу выцарапал. Сыграл с Шитиковым. Тот играет с Денисовым. Снова Карамнов, четвертое звено Динамо такую. Карусель сейчас в обороне армейцев лихую закрутила. Это сейчас вот этот отрезок. Здесь 68-й номер Динамо. И хуже, наверное, 68-го номера авангарда в каком-то роде. Вот по этой смене, я помню. На самом деле Исаев появился вместе с Денисовым. Вы к тому, что мы по-прежнему не видим разину? Ну, реально, он не самый лучший в него игрок. Много удаления и ошибки. Исаев с начала третьего периода стал регулярно появляться. Вальберг, передача на пятачок. Если это была передача тертышного, то она была для него неудобная. А в итоге Сугловов подобрал шайбу. Сколько раз сегодня Виталий Еремеев демонстрировал хлопнокровие и спокойствие. А сейчас не сумел выручить просто, ну, как фортового броска, все-таки, наверное, в данном случае. Посмотрим, конечно, за броском Александра Сугловова. Но мне кажется, что доля везения была достаточно большой. Рикошета-то не было. Давайте смотреть. Нет, не было никакого рикошета между щитком, конем. Попадает шайба голки, который отскакивает в ворота. Не везение. Но можно, конечно, при желании говорить про невнимательность в данном отдельно взятом эпизоде. Про ближний угол, про что угодно. Но, мне кажется, достаточно много эпизодов было сегодня, когда Еремеев настолько здорово сыграл, что, в общем, по-большому счету заслужил Атошин. Вратарем есть право на Атошин. Но это плохая ошибка для Братарены. Плохая. Но она одну, все-таки, правы. Вновь меняется ситуация, разворачиваясь в пользу армейцев, которые ввели в счете в первом периоде, проигрывали во втором. И вот теперь ведут уже в третьем. Мико Ханул остановился, а делать передачу-то некому. Не самые быстрые в данном случае у него еще и партнеры были. Да никто и не выбегал из своей зоны. Поэтому Ханул в раздумии был держать шайбу дальше. Подержал, подержал, не торопясь. Прошестил мимо него Скугарев. Появляется сейчас уже новое звено. Первое звено ЦСКА с Суглобовым на месте Сопрыкина. По-прежнему счастливый ибут. Вместе действует с Александром Суглобовым. И первая пара защитников Корнеев и Розин на льду у ЦСКА тоже. Пестушка. Марков. Армейцы, мне кажется, после заброшенной шайбы сейчас очень уверенно себя чувствуют. Как раз и то, что мы говорили о том, насколько динамовцы прибавили в третьем периоде. Вот, мне кажется, настолько сейчас заброшенная шайба. Результат броска Александра Суглобова, его везение и невезение Виталия Еремеева способны изменить картину. Другое дело, что динамовцы, конечно, не та команда, которая вот так вот легко отдадут встречу. Тем паче достаточно удачно для них складывающиеся. Все-таки так по ходу вспоминаю, они уже отыгрывались, они и в счете вели у соперника. Отсутствует один из лидеров по ходу встречи. Вот, давайте посмотрим еще раз. Все время показывают Тертышного. Бросается Глобов. А при чем здесь Тертышный? А мне показалось, коснулось ноги. Тертышный изменил направление, вот в чем дело. Но с этого повтора я не готов зафиксировать это наверняка, честно вам сказать. Ну, сами игроки разберутся, в принципе, и потом объявят. Такой же почти момент был сейчас, и едва шайб не заскочило в ворота ЦСКА после отскока отборки. Атака армейцев, пуляш. Бросок Комутова вовремя подставлял клюшку Максим Исаев. Сумел всю опасность эпизода нейтрализовать. И снова ответная атака. Сейчас от ворот до ворот снова стали действовать команды Шитиков. Но в одиночку всю зону, включая еще нескольких армейцев, достаточно сложно прошить одному Шитикову. 13.38 на табло. Проброс, сбрасывание будет сейчас у ворот Константина Барулина. Вот, видимо, отскок. Да, если шайба бы состоялась, она, может быть, не так уж похожа была бы визуально, но по сути своей была бы практически родственной. Ну, очень обидные для воротаря такие шайбы. Что-то мне показалось, что Тиртышный задел ногой и изменил направление, поэтому Еремеев не успел среагировать. Потому что так, кто после броска сутлого контролировал, полет Шитиков. Тиртышный! 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 Тиртышный успел только отправить шайбу мимо Вышиткевича. Больше уже ничего защитник Динамо сделать ему не позволил. Шесть минут в распоряжении динамовцев на то, чтобы спасти эту встречу, которую они и проигрывали, и выигрывали, и снова проигрывают. Бенчаров! Касание с угловом. Хороший получился пас из неудобной стороны. Тиртышный бросал. Туже ответ динамовцев. Останавливаться, по крайней мере, пока армейцы не намерены переходить на более осторожную игру. Хотя до конца встречи, если они удержат преимущество, пять с половиной минут. Но мне кажется, здесь дело не в том, как ЦСКА хочет играть, а просто в том, какая встреча получилась сегодня, не рядовая. И здесь уже никто не останавливаться не будет. И динамовцы, я думаю, если бы ввели сейчас в счете. Если бы наоборот был 3-2 в пользу Динамо, в реакции стали сосредотачиваться в первую очередь на том, чтобы сохранить преимущество счета. Динамо, наверное, все-таки по вниманию в обороне бегал. Да, потому что я смотрел их матчи, и с Нилем Новгородом и комментировал. И там они при том варианте, когда они ввели в счете, намного больше внимания в обороне отделяли. Безусловно, но Нижний Новгород и ЦСКА разные соперники. Я просто к тому, что игра сегодня такая получилась, совсем не рядовая. Такой момент очередной у ворот Барулина. И у Косинчука, и у Чиянака были шансы. А сейчас ответ ЦСКА хануло на грани. Асайдова все-таки успел добраться до чужой зоны. Простреливал скорее на Суглобову, чем на Жмакина. В любом случае, атака армейцев завершилась только сейчас. И пошли последние пять минут третьего периода. Марков, передача на Чиянака, чуточку не точная, чуточку совсем. Чиянак борется за шайбу и Калюжный. Здесь Кухтинов один против двух фактически игроков «Динамо». Но сейчас уже одного. Сейчас Жмакин подключился. Выбрасывает шайбу из своей зоны армейцы. И бегом меняться появляется на льду. Корнеев против Буцу Глобов. Ну и счастливый, естественно. Контроль шайбы, наверное, сейчас самая желаемая для хоккеистов ЦСКА. Ничего, конечно, общего по сравнению с тем, что демонстрировали армейцы. В предыдущей встрече я имею в виду против рижских «Динамо», но там все-таки соперник совсем по-другому действовал. Хотя для меня вот остается несколько удивительным. Я два десятка, наверное, может быть, полтора как минимум. Матчи с участием Марцелла Хоца видел в прошлом сезоне. И вот то, насколько откровением для большинства клубов, в которых играет рижание, является его игра. И то, как на него играют, для меня все несколько удивительно. Хотя заслуживает он восторгов, безусловно. Но почему такие проблемы с его нейтрализацией, мне, честно говоря, не до конца. Все понятно. Так он что, так слабо играл в Анхайл? Он в Анхайл, мягко говоря, не так хоккотировался, как его брат, с точки зрения... Ну, это однозначно, как везда. Он много играл в меньшинстве. Он появлялся в ситуации, когда он был удержать счет. Но его задача была набрать 20-25 очков за сезон, не больше. Потому что он считался игроком разрушителем. И вот таких выходов, как у него здесь есть, в стиле Павла Буре, играющего в Афлориде, никогда и не было. И в прошлом году, и когда в Рейнджерс он играл, и затем заканчивал сезон в Фениксе, ничего подобного не было. Ну, поэтому он переехал сюда, в нашу лигу. Три минуты и сорок секунд в распоряжении «Динамо», для того, чтобы забросить в ворота Барулина третью шайбу, или все закончится в основное время. В прошлом году трижды встречались команды. ЦСКА проиграл на своем льду, выиграл на своем льду, и затем выиграл на льду «Динамо». Преимущество в прошлом сезоне 2-1 у армейцев по личным встречам. Тем не менее, именно в ледовом дворце ЦСКА по одной встрече выиграли те и другие. Но и к чему вспоминаю, потому что как раз одна встреча завершилась со счетом 3-2. Здесь, в ледовом дворце спорта, правда, как раз тогда выиграли с этим счетом «Динамо». Просто летает у него это армейцы, потому что судлобу в паршину. Мне показалось, на грани офсайда, по крайней мере, было. Бросок Бадюкова, и шайба отскакивала в направлении Ландрии. Сумел бы тот попасть по шайбе просто, и вполне возможно было бы 3-3. Тут же ответ армейцев. Лейнгандель бросал. Лейнгандель просто посмотрел на Барулина, когда он отбил шайбу после броска Бадюкова. Толпека зарабатывает как минимум 2 минуты, но вряд ли это буллит. Ну, нет, буллита не было, он уходил в сторону. Хотя никого и не было перед Толпекой, но просто он двигался отворот. Да нет, конечно, в стороне, и там нет, это только удаление. И просто вот Барулин так обрадовался вот этому своему сейву. Вот, смотрим сейчас повтор. Вот, бросок, и вот сейчас он подстает, и прямо руки в него так трясутся от восторга, собственно, здесь. Ну, сейчас видите. Вы знаете, несмотря на неудачный результат прошлого матча армейцев и 4 пропущенных шайбы, мне вот показалось, когда ЦСКА сумел, проигрывая в 3 шайбы, совершить впечатляющий рывок, очень, на самом деле, большую роль сыграл именно Барулин, потому что было несколько сложных моментов его ворот, когда рижане могли добиться большего и фактически уже уничтожить интригу игры. И вот как раз тогда Барулин несколько очень хороших сейвов сделал, вот как и сегодня. Давайте посмотрим, что 2,5 минуты до конца основного времени, и оценку дадим. Вы боитесь, что я могу сглазить? Ну, оценку дадим его игре по, ну, чуть позже. 39.10 соотношение штрафных минут, но не будем забывать про дисциплинарный штраф, полученный с Апрекидом, так что это все несколько уравняет. 2 минуты и 5 секунд до завершения третьего периода, и в них полторы минуты, минуты 35. Динамо будет в большинстве. Петр Чаянок с шайбой оставляет ее к колюжному. Тот получает, тот адресует снова шайбу Чаянок, Житник, откатывается к синей линии. На пятачке двое были динамоцев, сейчас остался один Чаянок, Житник рванул за ворота. Трибуны рассчитывали на удаление, теперь уже в составе Динамо. Передача Маркова на Косинчука адресанта не достигает. Ликуют армейцы, ну, болельщик, в данном случае, хоккеистов, не для ликования, естественно. Вторая минута игры в большинстве, для Динамо сейчас пошла. Пестушка появился на льду вместе с Непряевым. Косинчук пока не успел смениться. Пестушка тянет, тянет шайбу, увез ее уже к дальнему борту. Житник снова подключился, Житник уже на пятачке, Марков на синей линии. Один одинешник, при этом не по центру синей линии, поэтому сейчас Косинчук должен вернуться, что он и делает, чтобы подстраховать. Пестушка, замах, бросок, шайба попадает в ногу Родину. Куча мала на пятачке и отбрасывается армейца. Фетр счастливый выбрасывает шайбу. Последняя минута третьего периода. И еще почти полминуты у Динамо на игру в большинстве. Афанасенко, передача под бросок, Вышиткевич заряжает. Шайба черпнула по коньку Маркова, по-моему. Снова Вышиткевич, бросок, подставленная клюшка Марковым. Сейчас Данил Марков на пути своем к шайбе. Просто с у него соперника пустые ворота Динамо. 25 секунд. 19-25 на табло. Так что полминуты, чуточку больше есть у гостей для того, чтобы спасти эту встречу. В полном составе ЦСКА. И удаление составе Московского Динамо. Толчок на борт. 25 секунд. Причем там момент был еще, когда Крухтинов появлялся. Мешали ему динамовцы. А бортик уже стали закрывать и прищемили клюшку Крухтинову. Но вот это сейчас, наверное, осталось за пределами. Мы сейчас с вами смотрим опасные броски, которые были у динамовцев. 25 секунд еще. Теперь, соответственно, в большинстве. И главное, что и вбрасывание, естественно, не в зоне ЦСКА. Поэтому сейчас придется вернуться в ворота. Виталию Еремееву. Даниил Марков отправился на 2 минуты. Очень сложная ситуация с точки зрения оставшегося времени для Динамо. Хотя, скажем... Непряев удален на 2 минуты. Мне показалось... Да, Непряев. В данном случае, если выиграть вбрасывание и быстро доставить шайбу в чужую зону, но все равно 4-5 секунд. Это останется 20, пока добежит еще... Ну, я помню, оставалось 11 секунд до конца матча ЦСКА Амур. Было же вбрасывание в зоне ЦСКА. И успели убежать какие-то... Я не к тому, что это невозможно. Я к тому, что задача достаточно сложная для Динамо. Но главное было контролировать шайбу. А сейчас атака армейцев. Они в большинстве их задача просто удержать шайбу. Они с ней не справляются полностью. Но, тем не менее, в распоряжении Динамо 9 секунд. Петровилов отправил шайбу в чужую зону. По мнению арбитра, Папанасенко к ней уже находился в этот момент. И там так и получилось. Шайба попала в ногу армейца. И остается, кстати, в воротке, я смотрю, сейчас Виталий Еремеев. Хотя эти 9 секунд уже сейчас... В таком случае, понятно, что Динамо со четвером было доигрывать. Потому что пока добежит Еремеев после выигранного вбрасывания, останется 3 секунды. И никакой пользы от пятого болевого не будет. Тем не менее, предпочел не рисковать в уйток. Предпочел сохранить 3-2, может быть, в данном случае. Что несколько удивительно. Бурное ликование трибун. Армейцы сохраняют победный счет. 3-2 в пользу команды Вячеслава Быкова. Очень и очень интересная игра, которая, я думаю, понравилась болельщикам и той, и другой команды. Может быть, болельщикам Динамо она не понравилась, только потому, что они проиграли. И в этом случае, в основном, в команде... В основном, Вячеслав Боргановича и команду ЦСКА с победой, с непростой победой о сегодняшней игре. Ваши комментарии. Спасибо большое. Действительно, сегодня для нас был важный матч. В силу того, что предыдущий матч мы проиграли перед своими публикой. И сегодня для нас было... Очень важно победить для нас, для нашей команды, для Юси. Потому, что трагедия действительно... Было очень много эмоций. И я благодарен ребятам, что в этой непростой ситуации все смогли очень хорошо себя показать. Молодиться самое главное. Словно. Вячеслав Аркадьевич, вот решение судейской бригады... Вы сегодня были недовольны. И вот разобрались ли во втором периоде, что там происходило? Ну, мне так показалось, что они приняли решение после того, как игрок сделал апелляцию. Опять же, это судьи решают. Поэтому, да, мы были недовольны в какой-то степени. Постарались сделать определенное давление на судьи. Но, что сделаешь? Это игра. Игра, которую мы ведем. Здесь главное, чтобы мы уважали друг друга. Без всяких грубостей, без всего. Я думаю, мы поняли друг друга. И важно, что мы сегодня победим.